Тем временем Воздушно-космические силы России наращивают интенсивность боевых вылетов Сирийской Арабской Республики. Операция возмездия продолжается, пошли четвертые сутки. Самолеты ВКС, в том числе дальняя авиация, методично уничтожают позиции террористов исламского государства, запрещенного в нашей стране. Боевики отступают, они бегут даже из города Рака, который с 13-го года считался главным оплотом ИГИЛ. Зато у мирных жителей появилась возможность вернуться в свои дома, в том числе пригородок Дамаска. Подробности у Петра Зирягина. Они возвращаются в свои дома. Больше 7500 семей, это 50 тысяч жителей, вновь прибыли в пригороды Дамаска. Официальная церемония в честь этого возвращения людей больше похожа на народный праздник. Тем временем, по многочисленным свидетельствам местных жителей, главари запрещенного в России ИГИЛ, напротив, поспешно бегут из Раки. Операция «Возмездие» продолжает набирать силу. За последние сутки порядка 130 вылетов наших самолетов. Местные жители наблюдали, как ведущие лидеры и командиры исламского государства в четверг покидали сирийский город Рака, после того, как группировка понесла тяжелые потери под ударами авиации России и крылатых ракет и военно-морского флота. Разведывательные источники подтвердили сообщения граждан о том, что лидеры боевиков бегут из так называемой столицы исламского государства, после того, как сотни ее боевиков бежали из города в среду. Сегодняшнее состояние бандформирования исламского государства всего после трех дней операции «Возмездие» вполне можно описать одним словом – паника. Это подтверждает многочисленные разведданные. В результате понесенных потерь полностью нарушено управление бандформированиями, действующими в провинции Хомс. Нами зафиксированы случаи отказа от выполнения поставленных задач. Так, боевики полевого командира Абу Масаба Ассури из состава группировки Джибгата Нусра не выполнили задачи по уничтожению подразделения вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Дер-Ханна. А полевой командир в подзывном Абу Хусан нарушил приказ руководства и отказался выдвинуться со своей группой в район населенного пункта Тель-Биса провинции Хомс. Только за последние дни уничтожено сразу несколько полевых командиров-боевиков, а также почти два десятка особо важных объектов их инфраструктуры в Сирии. Потери исламского государства колоссальны. С 16-ю крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожено 7 особо важных объектов террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В дальней бомбардировочной авиации поражено 12 объектов вооруженных формирований ИГИЛ в провинциях Рака и Дер-Изор. А ударная авиация с аэродрома Хмеймим выполнила 100 боевых вылетов и уничтожила 190 объектов банформирования. Среди них 58 пунктов управления, 41 склад боеприпасов, 17 опорных пунктов и оборонительных позиций и 74 района сосредоточения. В сирийском правительстве подтверждают, в регионе снова становится безопаснее. Создан комитет, который будет заниматься выплатой компенсации тем, кто решит восстановить свои дома. Мой сын воевал в рядах сирийской армии. Он погиб 22 августа на линии фронта в Дали. Мы вернулись сюда два месяца назад и отремонтировали свой поврежденный дом. Операция возмездия продолжается. Сегодня идут с четвертые сутки. К сирийским берегам также отправились и французские военные корабли. Речь идет уже о полномасштабном сотрудничестве против одного общего врага.